МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие города в вашем послужном списке? Вообще, на самом деле, это очень интересная история. Когда-то давным-давно, когда я еще заканчивал театральный институт, это был 2012 год, так получилось, что мы заочно познакомились с замечательным директором театра Светланой Михайловной Ермолаевой. И в связи с тем, что она на самом деле очень креативна, современна, она пытается найти новые подходы к театру, приглашать интересных людей в театр, художников, режиссеров, хореографов. Вот так как-то у нас с ней пошло общение, и было принято решение о постановке первого спектакля «Орфея Евредика», который до сих пор идет на сцене Русского драматического театра. Я так понимаю, вы, наверное, очень любите работать в разных жанрах, потому что в Екатеринбурге это театр музыкальной комедии, в Чебоксарах такой классический театр, да, больше классические постановки. Вот что вам ближе, что вам нравится? На самом деле в Екатеринбурге наш театр – это ведущий музыкальный театр «Мюзикл и оперет России», в котором, грубо говоря, три сцены и абсолютно разные постановки, в разных жанрах работают разные режиссеры и из зарубежья, и из России, и те, которые там работают. И на самом деле я считаю, что театр – это такое смежное понятие, а нет понятия музыкальный, драматический, пластический театр. Театр, он либо есть, либо его нет, и, наверное, ключ от театра он один. И в режиссуре нет такого понятия «только музыкальный режиссер» или «только драматический режиссер». То, что я работаю на стыке жанров и с пластическими спектаклями, и с драматическим театром, и с музыкальным театром, мне кажется, наоборот, мне помогает тоньше чувствовать актерскую природу и природу любого жанра – драматического, музыкального или пластического. Ну, я читала в каком-то интервью, что вы последователь и классической системы Станиславского, и европейского театра, где вот действительно смешение жанров, где не только ты проживаешь эту роль, но и каким-то образом показываешь эту роль. Ну, вы знаете, наше классическое, можно даже так сказать, каноническое русское образование, я говорю о театральном образовании, оно хорошо тем, что нам дают академическую школу, где мы проходим все виды театра, и основа этого театра, конечно, система Станиславского. И то, что я побывал на стажировках на разных фестивалях в разных европейских странах, в городах, общался с разными людьми, и, конечно, это дало, наверное, мне какой-то оттенок такой некой, в кавычках, европейщины. Но что, с одной стороны, интересно, потому что вот только на стыке, на вот этих вот смежных точках соприкосновения европейского театра формы и русского театра сердца, и могут получиться какие-то интересные спектакли. Вы в «Чебоксарах» поставили шесть спектаклей, да? Ну, давайте перечислим, это «Блондинка», «Птица Феникс возвращается домой», «Чехов клуб», «Орфей и Евредик», «Безымянная звезда», «Варшавская мелодия». Какой из них создан с особой любовью, с особым чувством? Вы знаете, на самом деле, мне уже несколько раз задавали этот вопрос, я не устаю на него отвечать, потому что, наверное, самый мой любимый спектакль в русском драматическом театре, это спектакль «Блондинка». Почему он самый любимый? Потому что он самый сложный, мы шли к нему такими сложными тернистыми путями, потому что этот спектакль – это смесь клоуна-ады, циркового шоу и хореографии. И этим он и интересен, то, что артисты русского драматического театра смогли освоить те сложные выразительные средства, которые предлагались им, и, я думаю, у них получилось. И та очень интересная итальянская драматургия Дарио Фо, пьеса «Не играйте с архангелами», она вот так вот слилась с талантом артистов, и в итоге получился очень интересный спектакль. Какие критерии отбора пьесы? На чем вы останавливаетесь? Что цепляет ваш взгляд, и вы говорите, все, я хочу это поставить? Вот на самом деле есть такое понятие, очень известное театральное понятие, если нет Гамлета, то не стоит ставить Гамлета. Но у режиссеров есть такое понятие «исходное предлагаемое обстоятельство». Исходное предлагаемое обстоятельство – это та боль автора или радость автора, которую он закладывает в пьесу, когда он пишет этот материал, и режиссер считывает эту боль, эту радость, то событие, которое заставило написать автора эту пьесу. И, конечно, это событие должно волновать режиссера, потому что только когда это волнует меня как режиссера, это задевает какие-то мои струны внутренних переживаний, струны моей души, тогда я хочу об этом рассказать людям, миру, зрителю, и тогда это меня вдохновляет. Конечно, я всегда предлагаю несколько названий руководству театра, всех названий «Маленький секрет», которые, конечно, мне нравятся, которые бы мне хотелось поставить. Но в первую очередь критерий отбора – это то, насколько эта драматургия актуальна сегодня, насколько она будет интересна зрителю и насколько она задевает вот те человеческие струны, потому что все-таки русский театр – это в первую очередь театр сердца. Ну вот вы работаете в разных городах, во многих городах. Скажите, вам ближе работать со знакомыми актерами, о которых вы знаете, что он сделает так, как вам надо, он сыграет так, как спляшет, споет, даст такую эмоцию, которую вы от него хотите? Или все-таки вы любите открывать новых актеров, которых вы не знаете, чтобы раскрутить их, может быть, вывернуть как-то наизнанку, чтобы они дали то, что вам надо? Вот здесь есть на самом деле две стороны у этой медали, потому что с одной стороны, с точки зрения производственного процесса, конечно, всегда и вам в вашей работе, и нам в нашей работе проще работать с людьми, которых мы уже знаем, и мы знаем, какого результата мы можем от них ожидать. Но когда режиссер, когда постановочная группа сталкивается с чем-то новым, это всегда какой-то такой определенный тренинг. Это тренаж внутренних вот этих щупалец, когда есть азарт, когда ты понимаешь, что тебе нужно найти вот эти точки соприкосновения с людьми, с новыми людьми, и на самом деле, когда ты их находишь, ты понимаешь, что это определенная победа, с одной стороны, а с другой стороны это очень интересно, потому что, когда ты узнаешь новых людей, ты сам внутренне обогащаешься, и происходит что-то, что ты даже и не мог себе представить, тот спектакль, который был в твоей голове, с новыми людьми, он получается каким-то совершенно иным, другим и с иным соусом. Вы на премьере в зале сидите за сценой или вообще уходите куда-нибудь? С одной стороны, к сожалению, с другой, к счастью, я сижу в зале, и мой один знакомый журналист мне дал такой комментарий, что он не мог смотреть последнюю премьеру, потому что я судорожно кашлял три раза, когда актеры делали что-то неправильное. Вот, поэтому мне приходится сидеть в зале и видеть то, что вот уже настал тот момент, когда я уже не могу ничего изменить. Вам не сложно жить между несколькими городами, да, Екатеринбург, Чебоксары? Вы знаете, я уже осел в Екатеринбурге в театре музыкальной комедии, но работа режиссера, с одной стороны, это «Одинокий волк», который все время один, это с одной стороны, а с другой стороны, ну, не может один режиссер ставить в одном театре все спектакли в сезон. Мне хочется развиваться, мне хочется работать, мне хочется работать с новыми людьми, поэтому что-то возможно внутри города, в разных театрах, что-то возможно и в других городах. На самом деле, осесть, хочется развиваться. А когда ты узнаешь что-то новое, это всегда развитие. Поэтому меня устраивает та ситуация, которая есть сейчас, она мне очень нравится. Хорошо. А что в Чебоксарах ждать в новом сезоне? Какие спектакли? В новом сезоне вот как раз состоится спектакль, который мы сейчас репетируем. Это пьеса Альфреда Демюссе «О любови не шутят», которая состоится 21 сентября на сцене Русского драматического театра. Это трагикомедия, которая поставлена не совсем классически, но я думаю, этот, с одной стороны, хороший эксперимент будет интересен чебоксарскому зрителю, и всех, и вас, зрителей, мы приглашаем на этот спектакль в русский театр. Спасибо за приглашение. Мы будем следить и слушать, как вы себя ведете. И если вы будете кашлять, то мы поймем, что наши артисты что-то делают не так. А если будет все тихо, то, наверное, замысел удался. Спасибо. Будем вас ждать. Спасибо за приглашение. Я напомню, что сегодня о новом театральном сезоне в Русском драматическом театре мы говорили с режиссером-постановщиком Сергеем Юнгенсом. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин